Травмы в конном спорте дело обыденное, однако не на все проблемы современная ветеринария способна найти оперативные решения. Изучив проблему более чем просто детально, ученые Казанского федерального совместно с коллегами из Ноттингемского университета и Московской академии ветеринарной медицины и биологии выяснили, что восстановиться парнокопытным друзьям человека поможет генная терапия. Проведенные исследования показали, что введение генового препарата в поврежденные сухожилия и связки у лошадей приводит к полному восстановлению всех функций всего за два месяца. Чтобы избежать нежелательных иммунных реакций, оба гена были получены от лошадей, что привело к биосинтезу естественных белков у животных. Кроме того, оба рекомбинатных гена были клонированы в одну плазматную ДНК. Это молекула ДНК, в которую мы с помощью методов генной инженерии встроили различные гены. Это гены, которые кодируют факторы роста. Один из факторов роста кодирует, например, вызывает рост сосудов кровеносных. Другой фактор роста может вызывать рост кости, либо рост соединительной ткани. В эксперименте были задействованы животные, получившие травму и ставшие впоследствии хромыми. В течение трех недель терапии они уже могли полноценно ходить. А уже через два месяца вернулись к соревнованиям. Исследование показало, что ткань в конечностях полностью восстановилась. Лошади были абсолютно здоровы. Немало важно, что в ходе научной работы не было обнаружено никаких побочных эффектов. Уникальным подходом в нашей терапии это то, что мы используем сразу комбинацию терапевтических генов. Большинство генных препаратов, которые сейчас разрабатываются, они используют только один какой-то ген. Мы делаем коктейли из генов и вводим сразу два гена. Пациентами клиницистов и исследователей были лошади спортивных пород, участвующие в соревнованиях. Одно из них Рингу Ван Хофтер Нилен. Еще одна пациентка Афродита. Через два месяца после введения препарата участвовала в чемпионате Европы, где заняла командный приз среди юниоров. Но на полученных результатах научная работа ученых не заканчивается. Международная группа исследователей показывает обнадеживающие результаты в использовании генотерапии среди нейродегенеративных и ишемических заболеваний. Здесь мы не только проводим исследования на маленьких лабораторных животных, таких как крысы, но уже совместно с Казанской государственной ветеринарной академией проводим работы на свиньях. А свиньи, как вы известно, они и по размерам побольше, и по своему строению более близки к человеку. Все исследования, которые проводятся учеными КФУ на животных, одобрены этическим комитетом Казанского университета и соответствуют всем международным требованиям по биоэтике. В настоящее время учеными начат проект по разработке новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний у домашних питомцев. Например, уже известно, что у собак развиваются такие же онкологические заболевания, как у людей, а существующих методов лечения пока недостаточно. Поэтому учеными КФУ разрабатываются специальные персонифицированные методы лечения наших четвероногих друзей.